Катя вот уже два года с Сочинка, переехала из Хабаровска, говорит, жить на Дальнем Востоке, являясь членом сборной России по лёгкой атлетике, очень сложно. Ведь сборы проходят в разных городах, чаще всего, конечно, в Сочи. А подготовка у спортсменки самая серьёзная. Хотелось бы попасть на Олимпиаду, на которую нас не допустили. И хочется, конечно, чтобы уже появился допуск для лёгкой атлетов, для большей части сборной нашей по лёгкой атлетике. И готовиться к Олимпийским играм. Здесь же, на стадионе Центра Югспорт, тренируется Иван Ухов, российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2012 года. Как и все другие легкоатлеты, ждёт допуск к международным соревнованиям, чтобы встать в один ряд с сильнейшими спортсменами мира. Конечно, перерыв в три года для сборной команды России по лёгкой атлетике – трудный психологический период. Но, как настоящие бойцы, российские спортсмены не сдаются и продолжают усиленно заниматься. Но мы должны быть готовы выйти на международную арену и показать, что лёгкая атлетика в России жива. Что она не только не опустилась ниже своего уровня, но и осталась на хорошем уровне, чтобы создать конкуренцию ведущим командам мира. На одном поле и опытные спортсмены, и молодые. Они входят в спортивный резерв сборной. Здесь же тренируются и юные сочинские спортсмены. Результат таких совместных тренировок – огромное желание ребят заниматься спортом. К слову, в Сочи лёгкая атлетика увлекла более пяти тысяч сочинцев. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.